Слушайте, так веселят мужики, которые ни за что не сделают своей женщине приятно, потому что, внимание, у всех женщин там пахнет рыбой. Уважаемые рыбоёбы, у меня для вас плохие новости. Если у вашей женщины пахнет там рыбой, тут два варианта. Либо вы трахаете русалочку, либо у вашей женщины какая-то модная инфекция. Смотрите, не паникуйте раньше времени, как понять, русалочка это или всё-таки женщина? Посмотрите, что у вашей особи ниже пояса. Вот если у неё хвост, всё в порядке, вы трахаете русалочку. Хотя, ну, непонятно, а куда? Но если там ноги, хотя, опять же, тут два варианта. Если у неё ноги, возможно, это русалочка, которая уже успела обменять свой волшебный голос на абсолютно неволшебные ноги. А как проверить? Задайте своей особи вопрос, давно ли ты была у гинеколога? Вот так у неё спросите. И если она начнёт вам отвечать голосом, ну, типа, «Мне не нужно ходить к гинекологу!» К гинекологе это вообще прошлый век. Я дышу маткой, моя матка самоочищается за счёт дыхания. Идите к урологу, а её отправьте сначала к психологу, а потом к гинекологу. Уважаемые рыбоёбы, если у всех ваших женщин там пахнет рыбой, может быть, пришла пора прекратить знакомиться в бледюшнях с девушками и начать знакомиться с ними в приличных каких-то местах, в библиотеках. В библиотеках есть книжки по женской физиологии. Вот их прочитайте, пожалуйста, прежде чем знакомиться. Рыбой пахнет, блин. Мужики, предохраняйтесь на ваших этих рыбалках. Иначе ваш червячок, наживочка ваша вот так вот сделает. И ваша рыбалка на всю жизнь будет закончена. Вот и всё, вот и всё. Мормыша своего поберегите, ёпта!